Только что посмотрел сейчас старые записи, мое какое-то публичное выступление, не помню уже где, и я рассказал вам одну историю. Она жила у меня в памяти, веселая такая история, и я хочу вам ее пересказать быстро. Представьте себе, что вы оказались где-то в неподходящих условиях для того, чтобы, извиняюсь, справить малую нужду. Ну, бывает так, что тебя где-то застало, а возможности нет. Какое-то время ты надеешься, что все это как-то рассосется, как-то исчезнет, и ты еще питаешь какие-то иллюзии на этот счет, как в это время ты тянешь. Но потом подступает такой момент, что надо что-то предпринимать, потому что уже становится как бы тревожно. И ты начинаешь поиски. И ты начинаешь поиски, и желание настолько сильное, что оно гонит тебя, гонит, гонит, гонит. И в каких бы неподходящих условиях ты не был, ты все равно найдешь место и возможность, где ты должен удовлетворить свою естественную потребность. И, допустим, ты попал в такое место, которое не вызывает у тебя никаких положительных эмоций. Более того, оно неприятное, это место. Так бывает, к сожалению, особенно на территории наших стран. И ты оказался в таком месте, где ну просто, ну просто вообще кошмар, просто ну невозможно, но нужно, нужно такое заставлять. И ты, преодолевая брезгливость, приводишь в себя состояние удовлетворенности, кайф. Ну, взрослые люди по-человечески понятны. И вот только ты это, только ты это совершил, выходишь, какие-то люди подлетают к тебе и говорят, дорогой, дорогая, мы слышали, что у вас есть, так край мухого, извините, нужда. Мы предоставляем вам возможность. И вас под руки берут, вы еще ничего не понимаете, вас под руки берут, приводят в какое-то красивейшее помещение, приводят в какой-то потрясающий ватер-клозет. Там все сделано из мрамора, золота, серебра, платины, там такие запахи, там стоят цветы, играет музыка, работает телевизор, там вам, 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 там предлагают всякие услуги, подводят вас к тому месту и говорят, и говорят, вот, пожалуйста, вот, мы знали, что вы такой человек, у вас есть такая нужда, и мы для вас все приготовили. Я говорю, пожалуйста, вы можете сейчас, вот, вот, сейчас, давайте, ну, 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 давайте. Но если желания нет, то, извиняюсь, ничего не капнет. Нет желания, нет результатов, нет действий, нет выхода. Нет желания, ничего не будет. Есть желания, несмотря ни на какие преграды, вы сможете преодолеть все и добиться того, что вы хотите. Так вот, вся главная задача состоит в том, чтобы знать, чего мы хотим, затратить время, затратить усилия, помолиться Богу многократно, найти в книжках, посоветоваться с самим собой, с духом со своим, и понять, чего же я хочу на самом деле. Разжечь в себе этот огонь до такого состояния, когда уже невозможно бороться и сопротивляться этому желанию. И тогда это желание будет тебя толкать, 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 и дотолкает тебя до нужного результата. Ты найдешь все. И уста твои начнут произведения выдавать, и лень ты преодолеешь, и страхи ты преодолеешь, и научишься всему, и затратишь деньги, и время, и все. И будешь ни спать, ни есть, ни пить, будешь биться над тем, чтобы получить это. Для того, чтобы это произошло, нужно иметь желание. Нужно захотеть точно так же, сильно, когда ты хочешь сильно подписать, и у тебя нет такой возможности, то ты все преодолеваешь и приходишь к своей цели. Вот работа, какая самая главная нам предстоит. Всегда, каждый день, выявить свое желание, повторяя, понять, чего ты хочешь, и разжечь в себе этот огонь. И за всех сил трудиться каждый день над тем, чтобы все больше и больше захачивать, 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 и двигаться к своей цели. Желаю вам удачи, с Богом!